Тяжело было сконцентрироваться. У нас был ряд очень плохих игр, которые мы не можем показывать. Нам нужно было показать, что мы можем до сих пор, что мы прогрессируем, не остановились на каком-то результате. Нам нужно было выдать хорошую игру. После Еврокубка, после первой игры Кубка, после Черкасс. Я думаю, мы вышли из кризиса этого и будем дальше радовать болельщиков нашей игрой. Хочу поздравить всех команд и болельщиков с выходом в полуфинал Кубка. В принципе, все. Спасибо большое. Есть вопросы? Александр, смена вашего имиджа связана с... Никак не связана с баскетболом. Глашусь Саше, что действительно нам нужно было в первую очередь разобраться в своей психологии, разобраться в своих головах, как говорится. Первая половина очень удачная была и в защите, и в нападении. Вторая уже там поэкспериментировали с составом, с видами защиты. Ну, победа, хорошая победа. Прошли в следующий круг. Поздравляем ребят, болельщиков. Коуцкого. Неожиданностей не было. Химика галла свою игру, навязывала борьбу, как всегда. Было трудно играть, честно. И сказывается, наверное, усталость, которая сейчас какой-то, правда, спад идет. Ну, насколько могли, боролись. Ну, по статистике, что-то плохо боролись. Провалили вторую четвертью, по подборам 20 проиграть. Это, конечно, очень много. Так столько подборов не выиграть никогда. Тяжело было, не все получалось. Насколько могли, старались. Ну, не хватает физических кондиций, я думаю, вся команда чувствует. Вот так вот как-то. Добрый вечер. Ну, кубковые игры, они совсем другие. Тут всего два матча. В Одессе мы выиграли. Сделали сюрприз как для наших болельщиков, так и для всей Украины. И против нас уже команды настраиваются очень серьезно. И команды топ, уже те, которые играют в Еврокубках южной. И очень хорошая команда. Как говорят, порядок бьет класс. А сегодня, наоборот, класс. У нас не было порядка сегодня. А порядка чего? Потому что у нас не было, ну, вот сегодня сказалось, предсезонной работы. Физически и эмоционально уже очень тяжело достучаться до игроков. То есть нужен перерыв. Это, ну, чисто моменты, которые, то, что мы могли, держали. То есть он должен был раньше наступить, но вот он наступил в этот период. Поэтому вот эта недостача физических кондиций сегодня, я считаю, была основным фактором. Ну, не уболяя победу Химико, Химико, конечно, очень сильная команда. И они показали уровень игры на протяжении всего матча. Играли очень здорово. И я желаю им победы в Румынии и прохода в дальнейший круг Еврокубка. Спасибо. Спасибо, есть много вопросов. Был ли комфортно в команде играть сегодня при отсутствии собственной болельщики? Может, там, короче, приехала своим ходом с последними событиями? Не, ну, болельщики нам помогают, конечно, в своем зале приятнее. Там чуть-чуть он поменьше, и там больше шумовая поддержка идет. У вас зал большой, и тут как бы не кричали. Но все равно, да, болельщики – это шестой игрок. Может, они бы и погнали сегодня команду. Но ведь у нас любая замена идет проблемой. То есть у нас нехватка ресурсов игровых, качеств игроков, которые бы могли усилить, помочь команде. Вот у нас, поэтому, я же говорю, чуть физически подсели, и очень сложно нам регулировать. А болельщики – да, конечно, без них чуть сложнее играть было. Спасибо. Если бы у вас есть еще? Нет? Сас Балашов, вы немножко поиграли, вы его посадили, подвигли? Ну, большой разрыв, опытный игрок, знаете. То есть если бы мы зацепились за результат, то есть боролись бы, не провалили, вернее, вторую четверть, и игра была бы на равных, там, до 10 очков разрыв, конечно, он бы играл. Ну, тогда лишь мы его возможности знаем. То есть дали шанс другим игрокам себя больше сегодня проявить и показать, на что они способны. То есть надо, я им сказал, чтобы они увидели, как надо работать и к чему надо стремиться. Поэтому дали шанс один другим людям. Продолжение следует...